здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала дубль номер 20 хотел вам показать такую машинку на радиоуправление прикольная шаська с прикольной подвесочкой многорычажной с подшипниками редуктор шестерни металлические металлическая ступица колеса это резина диски вот не диски покрышку проминается такой пульт смотрел обзора кто-то говорит очень маленький для руки у меня рука маленькая у меня самый раз ну ладно к этому позже такой коробочке он приехал ко мне за 16 дней название модели что тут у нас есть а на что я сейчас перечисло вот комплектации то что сразу с пультом идет 80 минут без подзарядки сигнализация низком заряде аккумулятора вот это я не помню полное все полное пропорциональное управление usb зарядка type-c вход и на пульте на машинке эту позже посмотрим амортизатор с пружинками ну сюда хорошая не поставите понимаете масляная это что-то про краску типа как окрашен как настоящий автомобиль о там гордиться и удивляться или плакать 24 герц частота ну как на всех ради управляемых машинах сейчас так это у нас постоянный ток у меня по крайней мере яндекс переводчик так переводил нарисованы фары встроен аккумулятор где-то написано сколько на сколько резиновые шины металлические шестерни только в редукторе 10 подшипников металлическая ступица но я так понял это чтобы она не слетала если на высокий подъем подниматься вот ее размеры еще кое-какая информация так что у нас тут вот про аккумулятор как раз 3 7 вольт встроены в машинку я ее разбирал я смотрел да он там отсоединяется можно потом заказать китая поменять 230 230 миллиампер в час размеры по 7 56 миллиметров высота 53 длина 100 миллиметров это бампер и запасное колесо крышка где находится вход и кнопка включения ширина 52 и 8 миллиметров вот открыл коробочку и на паузу нажимал тут ничего нету тут лежал пакетик как он запасной ли но корпус до фантазии можете покрасить любой цвет там четыре запасные гаечки провод type-c для зарядки в такой коробочке машинка сама смотрел тоже какой-то обзор у меня тоже зеркало отвалилась там одно лежало зеркало убираем коробку сразу же я заказал чемоданчик другого продавца этой же фирмы сейчас мы это увидим это я сам вложил там с подвески с кардана всякие волоски выбирать так тут у нас маленькая отвертка ключ я не знаю какой торцевой головка назвать он двух сторон под разную гайку четыре запасные гаечки убираем сразу все ну это я уже блок для телефона вот такой корпус под него идет решетка уже с квадратными фарами шнуркель зеркала также есть световоды другие потому что на ней установлены под круглые фары вот такая инструкция так и наклейки фирменные так понимаю на пульт большие на саму шайску это все на липучках отделы можете их отрегулировать как хотите так ссылку на чемодан тоже туда оставлю так и все убирается вот такой чемоданчик аккуратненько сейчас мы включим запасной корпус потом хочу перекрасить в хаке нравится как реализована кнопка включения под запаской под крышкой включаем на ищет пульт приемник вот он вход type-c не буду сейчас ничего показывать а крышка так 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 на магнитике вот когда включаем на зарядку верхний стоп-сигнал загорается красным когда до конца заряжена загорается зеленым включаем пульт вот сконнектили ход у них по ровному плавный триммер 1 2 скорость 3 особо различий у них нету на максималке триммер триммер поворота колес вот сейчас стоит самый так это у нас да самые маленькие вот так не выключил освещение потом покажу вот вот минималка поворот средний выворот максималка у меня всегда на максималке стоит триммер сервы у меня уже выставлено не буду сейчас ничего щелкать триммер газа да можно выставить прям чуть нажимаем на курок и она уже поедет так скорость у нас стоит минималка ход плавненький блин за пультиком не видно да как подвесочка работает подвесочка отрабатывает вообще по красоте так освещение а пульс весь с подсветкой это все отключается цвет меняется там красный фиолетовый синий также можно отрегулировать яркость экрана так да здесь телеметрия двухсторонняя связь показывает заряд машинки когда как коннектится или отключается тут звук и вибрация вот антенка не помню на сколько она метров ну блин ну на 100 метров она у меня уезжала может меньше может я преувеличиваю у страха глаза велики антенка убавляется это когда связь становится хуже кнопки включения освещения это просто поворотники да у нас вот также сзади там сейчас не буду ее крутить вертеть кнопка аварийки ладно пока еще поверну вот дальние длинняком только вот дальний свет только коротковременным нажатием к сожалению вот мы включаем полностью так ладно сейчас выключим эту аварийку да видно да сюда не включается что по пульту ну прикольно сделан там крышка у вас от нажатия чуть пальцем не будет ездить тут болтик аккумулятор я артикула его не помню 18 там какой-то ну распространенная крышка открывается там еще фиксатор плюс аккумулятор достойный пультик приятно держать в руках так что по шаське редуктор конечно гудит все посмотрим вот редуктор шестерни металлические в мостах пластиковые ну тут подшипники тут подшипники так 10 да тут уже 4 6 где-то еще 4 я ее полностью не разбирал разбирал мосты смазывал у меня есть силиконовая смазка брал специально для чм-3 от пика под маркелем там пластиковые шестерни идут ну я не как в 1.14 масштаб там запихивал так смазал ну вот этот полностью я не смог разобрать тут надо очень тоненький инструмент покажу я как-нибудь как она устроена буду корпус менять подвесочка тут огонь так давайте освещение выключим вот падала она у меня со стола да сколько у нас стол стандарта высотой где-то да там 70 75 высота у стола не помню падала осталось целой ну вот эту высоту я не считаю когда светало а зеркала и зеркала они не идут зеркальные они идут черные матовые это я от пакетика от чая потому что он более тонкий вырезал чем от кофе там взять еще чего-нибудь приклеивал хотя она такая маленькая так вот где-то там не особо эти зеркала и видать блин что еще что еще про нее показать как она катается под нее кстати это делаются всякие горки производитель предлагает их на коробочке чуть-чуть нарисовано одно препятствие ну не охота у нас за них платить ну чё я сам что-ли не сделаю горки есть у меня вот такая горка сейчас покажу так нажимаем паузу самое главное не забыть потом включить у меня телефон почти сел пока я снимал 20 дублей горку еще не красил не отклеил хочется такой сделать размер со стола там да всяких препятствий но чтобы это как-то было все едино будет все обсыпано травкой посеяно тип как на этой фанерке тип металлические трассы чуть ржавые не знаю похоже нет тут потом какие-то камни ну еще много дел все по настроению в основном на работе вечер но я сейчас на работе когда там есть время время это одно настроение нажимаем сейчас стоп потухнет вот потух поехали directement вот и вот так вот все пошире пространство сделать что будет 100 манёров не делать сейчас может перевернуться бампер железная так понимаешь к на горку наверх поднимается не переворачивались разницу скорости но тут первое было ну и третье редуктор сильнее гладит а особо разницы не видно она в принципе трофейка штативчик у меня сломался не знаю что получится одной рукой нет на большие подъемы прям особо плавненько все равно подгазовывать не получается не буду же переснимать я не помню что снял про что говорили вот так вот нажимать на паузу выключил свет одна рукой если плавненько не получается как-то не приезжал сюда чтобы одной рукой управлять все равно как-то руль второй рукой видно нет как подвеска отрабатывает вот так вот пересмотрю потом ролик что снял что не снял то может правда переснимать готовился блин 1 листочки записывать что сказать хочешь сказать сценарий составлять шаська прикольная вообще бампер железная по моему я говорил что я не пробовал переедет нет большая скорость поменьше сделать не особо о фига себе назад я думаю заедет даже большой опа заехала вот это трофеечка я так не пробовал веревку точно не перескочил вернее железный тролл вот это у меня свет плохое на работе типа железная по доржавчину не надо будет где-нибудь кустики насадить деревья в планы сделать для стола еще тут много трюков всяких но естественно все в присыпках чтобы приятнее глаз радовало потом раз да там все это в коробку сложил убрал но грубо говоря чтобы все быстро было 5 секунд настроил может показать сейчас по пункту экран конечно маленький в принципе все видно нажимаем блокируется долговременно кратковременно открывается меню не знаю давайте чуть попробую покажу но грубо говоря как ну можно да там подсветку отключить яркость экрана убавляется по моему другом меню это серва телеметрия на двусторонняя связь по моему цвет пульта колор и больше зелененький нравится так вот яркость вообще отключается ярко-ярко-ярко-ярко так вот сто процентов я вообще этой подсветкой не пользуюсь мне как бы это но пофигу и оставить на 12 процентов меню принципе интуитивно но я перезагружал я куда-то залез я скидывал все без заводских настроек у меня первая такая радиоуправляемая модель кстати не думал что такой пультик прикольный будет порадовало сейчас когда скоро приедет ман 14 масштабе там все это нужно будет докупать приемник пульт аккумулятор регулятор скорости всякие звуковые и световые модули сейчас потихонечку мониторю разбираюсь колесико прикольное такое не помню я тут с этими паузами чё снимал чё не снимал в общем задавайте вопросы кому будет интересно вот такая трофеечка ну конечно она буксут жалко это вообще пообдерется обсыпку хоть ну пва применял хороший клей дорогой пробовал как бы да вот для такой эксплуатации ну я думаю все равно потихоньку все будет отлетать железнодорожный макет где у вас только поезд там все движение по рельсам идет ссылочки все оставлю в предыдущем ролике чуть ссылку оставлял не пойман и не рабочие кому надо тот по названию найдет я думаю кому интересно в общем прикольная маленькая шаська радиоуправляемая а подъем я хотел попробовать сейчас секунду не знаю видно нет ну тут подъем такой секунду 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 с одной рукой перезаписывать не буду там какой 23 какой дубль делать не охоту е-мое пропустит шмотку так ничего тут с ней не случилось не знаю пересмотрю ролик может пересниму минималку да блин минималку скорость хочу сделать вот подъем продавать в в в в в в в ну все всем до новых встреч скоро придет конструктор радиоуправляемый модель в масштабе 1 к 14 сниму обзорчик а я все-таки на работе пойду поработаю